Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я слушаю Вашу лекцию сентября месяца. У меня такой вопрос. Шесть лет назад я ушла сама от мужа. У нас ребенок, девушка. С характером, женщина с характером. Да. Приняла, смирилась, усамосовершенствуюсь. Вопрос в том, что были попытки вернуть все. С его стороны? С моей. Он уже создал семью. Ну все, тогда что сделать? Вопрос в том, что ребенка он берет в семью, в новую. И она сначала хотела туда. А вам что, не нужен ребенок? Нет, мне нужен. Ребенок просто хочет общения. А, нормально? Нормально. Все общается. Сейчас такой момент, что ребенок, что-то там произошло, что ребенок не хочет. Ну, возвращать назад. Мужа? А? Ребенка? Нет, ребенок, имею в виду, берет на выходные он ее. А, и он сейчас не хочет ездить туда? Да, ребенок не хочет ездить. Не надо насилие совершать над ребенком. Так вот, я не совершаю, я хочу общения между ними. И он хочет стремиться. Ну, там, наверное... Ну, понятно, вот представьте, как бы, чужой ребенок приходит в дом. Женщина же контролирует ситуацию. Она, как бы, ей очень тяжело это переносить любой женщине, когда чужой ребенок родным становится для моего мужа. Она, муж же, это собственность для женщины. Мой муж имеет какого-то чужого ребенка. Она не может это переваривать. Выдавливает его из отношений. В начале просто, когда она еще не добилась своего, то есть не было там ребенка, семьи. У моего ребенка психика, знаете, сначала она чувствует, она относится как к маме, а сейчас уже моменты есть, когда она может прикрикнуть. То есть, ну, вот я это ощущаю сейчас, когда она возвращается. Не надо ребенка туда, надо ставить условия, как бы, или к ребенку добрые отношения от обоих супругов, и тогда ребенок туда ходит, или как бы он не ходит совсем. Спасибо. В этом условии нет ничего плохого. Вы защищаете психику ребенка. А второй вопрос. У меня сейчас на моем пути в течение шести лет попадаются мужчины, которые женаты. То есть, я интересую мужчин женатых. Скажите, это как-то связано, что я сделала неправильный выбор? Там ушла от мужа, не подумала? Конечно, вам надо раскаиваться. Вам надо серьезно раскаиваться сейчас поступки. Это всегда неправильное решение, когда так человек поступает. надо раскаяться. И тогда Бог вам даст возможность создать семью. Это же энергия Бога. От вас должна она исходить, эта энергия. Тогда вы сможете создать семью. Ну, у вас уже, в принципе, к этому все подходит. Вы уже это делаете. То, что я вам сказал, вы уже это делаете. Я делаю. Да, и поэтому все меняется, уже еще немножко осталось. Спасибо.